Добрый вечер! Меня зовут Вадим Токменёв. Напоминаю, что сегодня суббота, 30 мая, предпоследний день весны. Ну и как всегда в это время свою работу в прямом эфире НТВ начинает центральное телевидение, первое информационное шоу о событиях, которые обсуждают и людях, о которых говорят. В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому государство подбросит деньжат российским авиакомпаниям, чтобы те не заламывали цены на билеты в Крым. Что самое интересное касается перелетов не только из Питера или Москвы. В списке ведь целых 43 города и добраться до Симферополя из Екатеринбурга, например, теперь можно будет за 3000 рублей, а из Кирова и Уфы и того меньше за 2,5. Правда, не обошлось тут и без ложки дегтя. Ее добавил в эту бочку меда все тот же премьер, рассказав, что кто-то из знакомых наябедничал ему, мол, сервис-то в Крыму по-прежнему, цитата, дремучий, не дотягивает ни то что до международных, даже до российских стандартов. Но ни слухи о проблемах с обслуживанием, ни что самое главное, западная пропаганда, которая обычно изображает Крым вот так, местные жители в окружении танков. Не испугали вот этих двух энергичных пенсионеров из Германии, которые неожиданно захотели отдохнуть в Крыму. А для того, чтобы объяснить родным, друзьям и журналистам, зачем они едут в логово русские оккупанты, Андерс и Хер Томас, сняли видеоклип и выложили его в интернет. Посмотрите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Да, действительно. И ведь это была не шутка. Немецкие пенсионеры и вправду поехали в Крым. Наш репортер Андрей Суханов встретился с этими веселыми путешественниками в самый разгар их бурных крымских каникул, чтобы узнать из первых пуст. Такой ли страшный Крым, каким его представляют европейские СМИ? Ну, а еще вместе с искушенными немецкими туристами придирчиво протестировал качество крымского сервиса. Симферополь, вокзал, комнаты отдыха повышенной комфортности. Здравствуйте, Анна. А, вы говорите по-русски. Достопочтенные бюргеры. Хер Томас работает в страховой компании, всю жизнь изучает русский язык. И его младший брат с бородой Деда Мороза Хер Андреас. У себя на родине известный IT-специалист. Почему вы решили остановиться здесь, на вокзале? На вокзале, потому что в городе нет места. Вот уже какую неделю подряд эти два брата-акробата в буквальном смысле колесят по дорогам Тавриды на своих железных конях. Причем один конь и вовсе без ноги. Точнее, без рамы. Посмотрите, это моя гордость и мое моноколесо. Эксцентрично и очень практично. Самые обычные жители Берлина Томас Грегор Грубан и Андреас Николай Шмак свое путешествие назвали вокруг Крыма за 20 дней. Цель их визита народно-дипломатическая. Немцы планируют написать собственный путеводитель по крымским городам. Политический вопрос поначалу сбивал их с верного пути. Я хотел сделать селфи с автоматом и своим колесом, и вот неудача. Но потом берлинские ревизоры взялись за тотальную проверку сферы услуг и развлечений. Дорогие гостиницы и дешевые хостелы, элитные рестораны и придорожные забегаловки, ночные клубы и развлекательные центры. Строгие немцы уже идут. В тот день Крым накрыл тропический ливень. Я ничего не вижу. Да-да. Братья Томас и Андреас отправились греться в Симферопольскую пельменную. В пельмене будем вот эти свиной гаваши. Комплексный обед за 268 рублей. Ты прикинь, за двоих мы отдали какие-то жалкие 5 евро. Да-да, очень хорошо. Да и вкус вроде тоже понравился. Это не хуже, чем испании. Ну, другая кухня. Гулять так гулять. И вот они уже спешат на троллейбус. Транспорт у нас минимум в 3-4 раза дороже. В Ялту, к морю. А сколько стоит этот? 4 700? Ну, это довольно. Пройдет ли проверку этот трехзвездочный отель на первой линии? И снова Зергуд. Но посмотрим, что истинные ценители Пенного скажут про самый модный в Ялте пивной ресторан. По отношению с пивом или к пиву нет санкций. На утро будет что вспомнить. Мы туристы вот среднего уровня. Стандарт. Туристы стандарт. И всегда нашли удобные для нас подходные места. А это уже Берлин. Франциска, родная дочь Томаса и племянница Андреса. Алло, папа, ты там живой? Все окей. Привет из Крыма. Она до сих пор не понимает, как отпустила папу вместе с дядей в столь опасное путешествие. Я боюсь, что они могут попасть в беду, потому что каждый день наши СМИ показывают много негативного о Крыме. Ваша страна не признает Крым частью России. Ну, а вы? Мы лично признаем как частью России. Крым? Да. Почему нет? Уже казалось, они покорили абсолютно все крымские высоты. Но нет. Есть у них одна, да сестфантастиш, мечта. Попить чашку чая с Натальей Поклонской. Она популярна не только в Японии, но и у нас, в Германии. Как думаешь, розы? Да. Букет цветов, и все дороги ведут к ней и в прокуратуру. Но оставим это за кадром, ведь в любом приключенческом детективе должно быть место для тайны и романтики. Андрей Суханов, Тамара Кокачия и Денис Аникин. Центральное телевидение. Вот глядя на все это, в голову лезет почему-то одна только мысль. И совсем не о сервисе, который, возможно, там действительно пока не очень. Вот почему бы западным политикам, которые не устают говорить об ужасах российской агрессии, по примеру, этих бодрых пенсионеров не махнуть на уикенд в Крым и посмотреть на все своими глазами. Ну а велосипеды, чтобы колесить по российскому полуострову, мы им, поверьте, найдем. Даже вот такие вот одноколесные. Да, я бы, Вадим, с удовольствием посмотрела на такое велошоу. Хотя поверить в то, что такое может произойти в ближайшее время, конечно, очень непросто. Знаешь, Оль, так часто бывает то, во что, казалось бы, невозможно поверить. Иногда все же случается. И вот об этом как раз сразу после очень короткой передышки. Всего через...